На деревянной коробочке здесь национальный инструмент кубуса. Разложить всю эту красоту перед собой, перед тем, как приступить к работе, немножко так настроиться. Продолжение следует... Все эти монетки, они же не просто так определенным образом пришиты. Какой там смысл? Каждая пришитая монетка имеет в разных районах нашей республики разные нагрудники, какие типы, какие виды, почему они так различаются. Чтобы создать действительно такой настоящий характер башкирского украшения, нужно углубиться, изучить историю, изучить семантику всех этих украшений. Я к этому пришла, наверное, с подачи своей бабушки, ня-няй. Просто я всегда что-то рукодельничала, чем-то занималась. Она попросила сделать для нее нагрудное украшение хакал. На тот момент я даже не знала о существовании таких украшений. Первый раз слышала такое слово хакал. Она вот как бы объяснила, что хакал. У нас в деревне называли хакал, в других местах называли сакал. Посмотри, пожалуйста, как и что. Она единственное сказала, что на красной ткани красным бисером. Вот и все, что я от нее могла узнать. У каждой мастерицы свой секрет, конечно. Я, например, использую нитки рис. Они такие более толстые. Так как у меня крупный бисер, я использую такой бисер. Подобрала что-то похожее на коралл. Он у меня специально такой неровный, какой-то кривой весь, как настоящий коралл. И цвет вот встречается ярко-красный бисер. А вот этот мне понравился очень цветом, что он какой-то действительно старинный коралл напоминает. И получается вот нитка ирис. Она такая плотная. И за счет ее толщины бисеринки, они более плотно ложатся, более плотными рядами. То есть многие даже спрашивают, они приклеены ли они. Тут изнанка, например, тоже. Некоторые закрывают изнаночную часть, да. В старинных работах она не закрывалась, потому что на грудник он жил. Раньше же вот женщина могла вот в таком виде его носить. То есть она получила в дар от мужа там или от кого-то там в гости сходила, да. И подарили монеты или кораллы еще появились у нее в наличии. Она дальше пришила. И так у нее постепенно нагрудник богатеет, богатеет. То есть она по одной монетке дополняет, дополняет. Пошли они на рынок, например, да. Монеты нужны. Она тут же срезала с нагрудника монету понадобилась ей или там кому-то она хотела подарить. Монеты то прибавлялись, то убавлялись. Я нашла фотографию на такой обийке бабушки. Она получается каким-то образом сохранились у нее вот эти украшения. У нее там кошмал, нагрудник. То есть он такой вот действительно миниатюрный. Хотя в некоторых районах Сильтарь он представляет, что он действительно такой на всю грудь. Сетка вот здесь по низу идет. Интересно, почему в каких-то районах большие нагрудники, в каких-то маленькие. И тоже такую информацию интересно узнала. Вот, например, вот этот нагрудник. Он же тоже маленький, да. Такой нагрудник есть в Стрельтомагском историко-краеводческом музее. То есть я постаралась сделать что-то вроде реконструкции. И всегда было интересно, почему вот эта верхняя часть у него такая пустая. Даже если, например, не хватило материала, они хотя бы машину строчку, какой-то узор там могут сделать орнамент. Оказывается, в пограничных районах нагрудники совмещали вместе. То есть в каких-то районах могли носить вот таким образом сверху Сильтарь, а снизу Сакал. А в каких-то районах они местами менялись. И вот становится сразу понятно, почему же это пустая часть. Она просто перекрывалась другим нагрудником. И тоже такой спорный момент. Возможно, потому что это пограничные районы, да. Поэтому два нагрудника они хотели представить, да. А есть еще такая версия, что девушка, выходя замуж, хочет и свой род представить в нагруднике, и род мужчины. Нагрудники, например, вот они как книга идут. Горизонтальные линии могут описывать какие-то горы, реки. Вертикальные линии это тоже определенный смысл имеет. На них же еще пришивались монеты различные. То есть где мужчина-добытчик воевал, возможно, или где-то он там странствовал, где торговался. Он приносил с разных стран, с разных мест эти монеты, и они пришивались на нагрудник. То есть по нагруднику можно изучить историю семьи, историю рода. Попадаются и немецкие монеты, и довоенные, и послевоенные, с арабской вязью. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот представленный головной убор «Кошмал» называется. Его имела право носить только замужняя женщина. Он ей доставался либо в дар от мужа, либо договаривались невесте, будущей жене, дарили все исходные материалы, коралловые нити, серебряные монеты, ткань. Раньше же не было такого, что как мы сейчас в магазин могли в любой момент пойти что-то купить. То есть это очень тяжело доставалось заранее, уже практически с рождения девушки. Копились все эти богатства. Привозили там муж, отец в подарок девушкам. Здесь вот монеты. Ну это, конечно, не настоящие монеты, копии. Их еще предстоит просверлить. Кстати, в ходе этой работы освоила обработку металла. То есть сначала мне муж помогал, но когда он увидел это количество моих монет, и что оно с каждым разом все увеличивается, мне пришлось самой тоже немножко научиться работать с инструментами. Вот это вот настоящие старинные сулпы. Мне муж сделал такой очень хороший подарок. Приобрел для меня сулпы. Да, это башкирские национальные украшения. Но они, конечно, и у татар встречаются. Башкирские женщины – это же мусульманки. У нас не носили хиджабы, но у нас всегда была традиция закрывать волосы, скрывать от посторонних глаз. Незамужние девушки или у любой девушки? Ну, незамужние девушки, у них головные уборы более открыты, но все равно у них шла как такой оберег, защита. То есть головной убор Манлайса, обязательно серебряные монеты. У серебра башкир ценно было именно тем, что имел такой обережный характер и ценилось дороже, чем золото, например. Также на головных уборах, на затылочной, то есть это как чакры. Также закрывается лоб, верхняя чакра. Здесь закрывалась, то есть видите, здесь тоже такая застежка, каптерма называется. Она тоже была серебряное украшение, защита идет вот этих всех чакр. На грудное украшение тоже идет как защита. Женская чакра, грудная клетка тоже защищается от злых каких-то духов, шайтанов, как это у башкир все было. От сглаза, да. Кораллы это тоже считается такой очень сильный обережный смысл. Всегда было три точки. Две и одна точка. Это как глаза и рот, что лицо и спереди, и сзади. То есть даже сзади кто-то подойдет. У меня лицо, бойся меня, я тебя вижу, ты мне никак не сможешь ничего плохого для меня сделать. Длинная часть курок, когда девушку выдавали замуж, там же целый обряд, целая большая такая богатая традиция. Ей распускали ее две девичьи косы, заплетали в одну, надевали на нее кошмал, то есть закрывали опять же эти волосы. Ведь во многих народах считается, что через волосы это энергия человека, какая-то связь с космосом ощущает через волосы. И поэтому у девушек, у женщин косы не стригли, сейчас коротко все стригутся по моде, а раньше длинная коса, это тоже так ценно, богатство такое женщины. И кошмал он одевался, получается, у него же затылочная часть открытая, он всегда одевался на платок. Вот эти цепочки, например, не у всех же была возможность пришить серебряные цепочки. Много историй я слышала, когда, например, сломались часы с кукушкой, да, там есть цепочка, они с нее сняли цепочку, пришили. А одно из украшений было из гильз. То есть где-то находили гильзы, а металл это тоже был достаточно такой, дорогостоящий материал. Даже их используют, ну то, что они извинят, и металл. Каори во многих национальностях, во многих народах используются в украшениях, как обережный такой знак, как глаз дракона его еще называют. Эти же украшения были очень дорогими, особенно Кашмау, они оценивались в стоимость коровы, а коровы это же кормилицы семьи. Это на самом деле очень красиво, когда вот в полном наряде, в платье, в верхней одежде Камзола или Елян, этот нагрудник Кашмау, сразу видно вот эта башкирская женщина, очень красиво. Сразу такой дух, гордость за нашу национальную такую красоту. Такую задачу перед собой поставила. Нужно, конечно же, верхнюю одежду, Елян сделать. Для своей дочки тоже начала уже головной убор шить. То есть мне нужно одеть дочку, сыночка и мужа, супруга своего. И мне очень понравилось, когда мы вот, недавно совершенно был праздник национального костюма, я в нем участвовала. И это такой прилив энергии, такие впечатления, такие эмоции, когда вот в этом национальном костюме и все вокруг тоже нарядные, в своих национальных костюмах, там же разные народы были. И все друг на друга мы смотрим, какие все нарядные, красивые. И вот мне бы хотелось, надеюсь, успеть к следующему году, чтобы опять же в этом празднике уже со всей семьей прийти, показать своим детям, как это красиво, как это интересно. Мне хочется, чтобы они знали свой родной язык, не забывали о нем, знали свои традиции, знали культуру. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok